Здравствуйте, мои дорогие Стрельцы! Здравствуйте, зрители моего канала! Здравствуйте, мои подписчики! Спасибо вам за ваши лайки, комментарии, обратную связь. Благодарю! Приятно читать хорошие такие позитивные комментарии. А сейчас будем смотреть король прогноз общий на неделю с третьего. Ой, полетела бы по 9 апреля для наших Стрельцов. Так, Стрельцы молодцы! Будем смотреть. Вылетела вам карта такая. Король Пентакли. Возможно, прибыль на этой неделе. Будете работать, заниматься профессиональными делами. Может быть, кто-то будет устраивать что-то в офисе, дома, заниматься досугом, обустройством, я не знаю, ремонтом, еще чем-то, хозяйственными делами. Прибыль. Прибыль тоже по этой карте, возможно, награда какая-то. И прибыль, конечно же, да, она может быть разная. Может быть, стипендия, может быть, премия, может быть, еще в каком-то виде. Ну, в общем, прибыль сделки хорошо на этой неделе. Так, начинаем. Первая карта для наших Стрельцов-удальцов. Так, так, так. Паш Пентакли. Тоже говорит о прибыли, о начале какого-то нового дела, новой сделки. Что-то такого, может быть, нового проекта, нового дома. Тоже может быть дело какое-то. Может, вы ремонт затеете. Да, прибыль тоже может быть небольшая, но может быть прибыль. Может быть, еще общение с детками, знака земли, возможно. Также, может быть, ну, и уже время начала чего-то нового. В общем, такое, знаете, раннее зарождение какого-то, может быть, проекта, дела. Может быть, работа новая совершенно. Вот такой вот. Следующий аркан для наших Стрельцов. Так, опять Пентакли. И тут мы уже, мы с Пажа перешли в Рыцаря Пентакли. Это уже медленное, но уверенное продвижение вперед. Это хорошее дело, да, для сделок, время, для продвижения своих проектов, своих дел. Это будет двигаться на неделе, работа, получение, опять же, прибыли, уже даже большей. Это хороший, надежный любовник, возлюбленный. Это для наших дам, я сейчас говорю. И в любом случае, медленное, но уверенное. Может быть, вы начнете какое-то новое дело, и оно начнет продвигаться на этой неделе. Дальше Стрельцы, вылетела карта. Берем Старший Аркан Мах. Все в ваших руках. Как там? Никто, кроме вас, и ни в другой... Забыла? Ну, суть таковая. Никто же, как не вы, и когда же, как не сейчас. Вот у вас будет такое, знаете, рвение. Идея. Будет как и чем. Будет возможность, как исполнить какое-то что-то дело. Что-то вы задумаете, может быть. Вы сможете контролировать, вести даже за собой людей. Может быть, даже кто-то и сумеет манипулировать людьми, да. Вот. В общем, вперед называется. Вижу цель, верю в себя. Или же вы рядом встретите у себя на пути на этой неделе такого мужчину, возможно, знака огня, который, вот, мастер, умеет манипулировать людьми, понимает тонко психологию людей, умеет вести за собой людей, умеет контролировать ситуацию, да. Да, умеет и знает, как и что делать дальше. Вот, вот такого вот мужчину знака огня, возможно. Следующий аркан для наших стрельцов на неделю с 3 по 9 апреля. Достаем. Старший аркан дьявол. Будьте внимательны. Вот эти два мужчины, ну, вот, может быть, даже это предупреждение об этом мужчине. Если кому-то встретиться, если вы сами не будете проявлять такое рвение, вот вы там что-то, то, что я врела, знаете, умеете, ведете за собой людей. Вот, в любом случае, на этой неделе будьте внимательны. Кто-то может что-то предлагать, соблазнять, и страсть может быть, да, возникнуть может страсть. Что-то может кто-то вас куда-то звать такой красивый, симпатичный, и обещать что-то, много чего. Это может касаться и работы, и любовных отношений. Будьте внимательны. Нужно, может быть, все контролировать. Может быть, даже вот этот маг говорит вам, что нужно контролировать. Контролируйте себя, когда вам, вас будут соблазнять, чем угодно. Может возникнуть ситуация, да, при которой ваши страхи, какие-то комплексы вылезут наружу, но вы с этим должны справиться. Потому что, в принципе, это каждый день такая ситуация бывает. Может, вы что-то о ком-то узнаете, то, что и не ожидали, теневая сторона личности. В любом случае, по дьяволу, да, страсть, я же говорила, может быть. Будьте внимательны при любых сделках и отношениях, встречах, везде. Следующий аркан для наших стрельцов. На неделю встречу по 9 марта. Старший аркан тоже подвешенная ситуация. Может, какой-то вопрос, может, даже это к концу недели, может быть. Подвиснуть, зависнуть, ситуация остановится, решаться не будет, что-то забуксует, что-то не сможете решить. Вот, чтобы такие ситуации, решить вопросы, нужно посмотреть на проблему совершенно под другим углом. Зайти с другой стороны. Также, может быть, означать эта карта добровольную жертву. Когда вы добровольно будете жертвовать чем-то, ради чем-то или кем-то, ради чего-то или ради кого-то. Ну, не знаю, например, хотите что-то выучить, для этого вы тратите деньги на учебу. Хотите больше заработать, тратите много времени на работе, чтобы больше заработать. Вот в таком духе. Так, сейчас еще карту одну, чего может быть, может быть, у кого-то касаться, у кого-то может конкретно это, да, как бы срезонировать конкретного вопроса. Что может подвиснуть или чем жертвовать. Какая-то, знаете, будете, может быть, может подвиснуть ситуация с какой-то вашей, вот вы что-то защищать, может быть, собрались. Может быть, себя, свое имущество, свои идеи, проекты, все что угодно. И как-то это так может подвиснуть, будет не так быстро, как вы собирались. Может, кто-то собирался, я не знаю, диплом защищать, к примеру. И как-то все подвиснет немножко. Или же, вот, ну, примеры даже, сейчас не могу, сейчас сама что-то вот, ну, в общем, ситуация может касаться, подвиси вопроса, вашего личного чего-то, то, что вы готовы защищать. Вот так вот будет правильно. И карта, карта советы старого ангела для наших стрельцов на неделю с третьего по девятое число. И тут мы имеем рыцарь жезлов. Ну, такая неделька, знаете, везде нужно будет успеть, куда-то может даже поехать в какую-то командировку, что-то узнать, много дел, туда-сюда, какие-то поездки. Для женщин знакомство с мужчиной, может быть, даже знака огня, очень таким интересным. Может быть, внезапное событие, которое требует пристального внимания. Время играет важную роль, думайте тщательно. Вот видите, думайте тщательно, то, что я говорила, внимательно все просматривайте. И событие, которое требует пристального внимания. Вот, кстати, подвешенный, тут же нужно подумать пристально, поэтому это и может быть это событие. Вот такой получился расклад для вас, стрельцы. Спасибо вам за лайки, за просмотры. Всего вам хорошего и до встречи на моем канале. Пока! Пока! Пока!